Доброе утро, мои хорошие! Мое сегодняшнее утро начинается с капельницы Твикса. Сегодня воскресенье и клиника не работает, поэтому сегодня я делаю все эти процедуры самостоятельно. Спасибо огромное, что переживаете. Посмотрите, у него уже глазки открываются. Это уже хорошо. Он весь в моче, мы с этим боремся, но, к сожалению, сейчас его искупать нельзя. В общем, я сейчас буду ставить капельницу и мне надо надеть воротник. Конечно, Твикс его просто ненавидит, но другого варианта нет. И вообще, врач сказал, что без воротника ходить нельзя, потому что у него там стоит катетер, из которого он пиесеет. И там в клинике было очень много котов, которые просто вылезли с себя и вытащили этот катетер. Каждый раз ветеринар ругалась на них, потому что, чтобы поставить этот новый катетер, нужно давать котику наркоз. А мой котик еще один наркоз просто не выдержит, поэтому надо быть очень аккуратными. Лайфхак. Если вы не знаете, куда деть капельницу, идеальное решение. Ручка дверцы. Но я вам желаю, чтобы этот лайфхак вам никогда в жизни не понадобился. Самое ужасное, это смотреть на страдания ваших домашних животных или детей. Он реально, наверное, не понимает, зачем я его мучаю. Наверное, думает, что заняться мне просто нечем, я его мучаю. В общем, вот эти препараты нужно вводить внутривенно, быстренько надо прокапать его. Кстати, быстренько не получается, потому что ему бывает больно, поэтому мы на капельнице лежим где-то час-полтора. Затем нужно в аптеку купить опять лекарство, купить пеленочку. У него закончились, они все уже в моче. Вот. На его лапки, на его лапки. Лапки у него мокрые, потому что в воду он засовывает руки. Хочет охладиться. Не обращайте внимания на мой внешний вид. Я выгляжу просто ужасно, вся воняю мочой. Сейчас, кстати, пойду купаться. Я ему ввела сейчас все лекарства, которые нужно было ввести. И на мое удивление, он ведет себя очень-очень спокойно. То есть, в клинике он такой кипиш поднимает, сопротивляется. Хотя я делаю то же самое. Он просто лежит, обездвиженный, нормально реагирует на все. Не мурлыкает, конечно. Мне кажется, это связано с тем, что все-таки дома домашняя атмосфера. Нет незнакомых людей, других животных. И как-то ему проще переносить эту процедуру. Поэтому вот сейчас капается. Я жду. И еще я дома делаю все очень-очень медленно. То есть, даже капельница капает очень медленно. А в клинике такой возможности нету, потому что там очень много животных. И если медсестра будет вводить вот эти препараты настолько медленно, как делаю это я, просто не хватит времени на всех пациентов. А дома я это делаю прям, знаете, не знаю, за час. Вот сейчас капельницу поставила, уже полтора часа. Возвращаюсь к вам спустя два дня. Сегодня утром мы были на приеме у врача. И она сняла катетер, который стоял на руке для капельницы. Мы, получается, все капельницы прокапали. И Твикс пошел на поправку. Уже чувствует себя значительно лучше. Не вырывает кровью. Не писает кровью. То есть, хорошо себя достаточно чувствует. Единственное, у него не очень все аппетитом. И еще ему сняли шланг, с помощью которого он писал. В общем, так что красавец будет писать сам. И даже с этим шлангом, извиняюсь за подробности, он пытался сам пописать и это делал. Поэтому я очень рада. Врач огромный молодец. Хотя врач хвалила меня. Говорила, что я молодец. Что я все делаю вовремя. То есть, ответственно отношусь ко всему этому. Ну, а как? Ну, а как по-другому? Я просто не понимаю. Я просто смотрю на других хозяев, на некоторых, да? У которых котики уже второй раз этот шланг снимают сами себе. Ну, так сложно надеть эту воронку, что ли. Или просто проследить за животным. Ну, в общем, я считаю, что в первую очередь это огромная заслуга врача. Которая ответственно подошла ко всему этому. Видно, что она любит свою работу. Я надеюсь, что ухудшений не будет. И мы будем двигаться только вперед. Но ему предстоит очень долгое лечение. Я вот говорю абсолютно без преувеличения. У меня вся квартира провоняла и прям пахнет мочой. Как только заходишь в квартиру, сразу понимаешь, что здесь живет животное, у которого цистит. Да-да-да-да. Не ожидала. Но пришла моя последняя посылка Шейн. Больше я ничего не заказывала. Здесь не только мои вещи, но и вещи жены брата и их родственников. Не знаю, даже снимать вам распаковку или нет. Тут мои шортики. Наверное, все-таки сниму. Я решила все-таки распаковку, конечно, снять. Но на камере не оказалось зарядки. Поэтому я поставила камеру на зарядку. И решила немножко прибраться в квартире. В период болезни Твиксика мне пришлось постоянно быть рядом с ним. Поэтому у меня в квартире был ужасный бардак. Мама с папой тоже в деревне. Поэтому помочь мне, естественно, некому. Но я решила не париться по этому поводу. Потом приберусь. Приберусь. Самое главное, хорошенько ухаживать за Твиксиком, чтобы он выздоровел. Я все равно собиралась прибираться дома. И я решила, почему бы не поставить камеру и не показать процесс вам. На фоне, естественно, у меня кто-то обязательно болтает. Сейчас это дом 2. А так я смотрела видео одного блогера. Она рассказывала, как она прожила год без покупок. Такие видео очень меня мотивируют. Но это все происходит временно. Несмотря на то, что у нас дома есть хороший пылесос, мне удобнее подметать именно веником. Почему-то мне кажется, что так получается намного чище и быстрее. Палые я мыла не просто с водой, а со специализированным средством, чтобы избавиться от запаха мочи. В период болезни Твикс ходил в туалет абсолютно в любой угол квартиры. И квартира конкретно провоняла. Я пыталась избавиться от этого запаха. Кстати, удачно. После уборки уже так не воняет. Обычно мама двери протирает специальным средством для дерева, чтобы не повредить двери. Но я решила просто водой обойтись. Во-первых, это средство уже закончилось. Идти искать, покупать новое было неохота. Далее протираю открытые полки. Здесь у нас ароматы. Я все их разложила. Выглядит очень красиво, но очень много пыли забирается на них. За последние годы у меня закончилось 5 ароматов. Это, на мой взгляд, много. И, с одной стороны, я хотела оставлять эти бутыльки, чтобы потом в конце года сделать отчет и показать, рассказать о своих впечатлениях об этих ароматах. Но потом забыла, все выбросила. Поэтому это видео не ждите. Но пока я делала уборку, у меня зарядилась камера и уже была возможность сесть и нормально снять видео. Видео было не длинное. Половина вещей были вообще не мои. Но уже видео на моем канале есть. Если вы хотите, я могу оставить вам ссылочку. Естественно, в кадре порядок. А за кадром всегда бардак. Поэтому надо все вещи, которые я показала в видео, обратно поместить в их же пакеты и отдать хозяевам. Поэтому я засовываю вещи, которые не мои, обратно в пакеты шеи. Когда смотришь подобные видео в ускоренном режиме, кажется, как же все быстро, как же все легко сделано. Но на самом деле в жизни уходит столько времени, энергии и сил. Но на видео наблюдать за этим очень прикольно. Я отсняла сразу распаковочку, чтобы люди не ждали. Я сама такой человек. Я не люблю безответственность. Не люблю, когда долго мои вещи мне не отдают. Поэтому как только я получила посылку, я сразу остановила все свои дела. Отсняла видео распаковку. И сейчас пойду отдам. Кстати, на мне те самые шорты из распаковки. Посмотрите, как круто они сели на меня. Сейчас как раз таки пойду в них. Очень нравятся, особенно в талии. Мне всегда все джинсы, шорты огромные в талии. Это я взяла XS. Есть там еще меньше. XXS. Я вот сомневалась взять XXS или XS. И в конце взяла XS и не прогадала. Классно вообще сидят. Самое то. Прям супер. И как раз на улице жарко. Я думаю, еще до конца сентября их носить буду. Долго засиживаться у брата я не стала. Пришла домой, сразу переоделась и продолжила свою уборку. Обычно, когда я с удовольствием делаю уборку. И мне хочется это делать. И резко, например, появляются какие-то другие дела. И уборка остается на половине. Возвращаясь, мне уже не хочется продолжать. И мне сложно себя заставить. Качеством вещей все остались довольны. Но единственный момент. Большинство вещей очень сильно большимерит. Я с этим много раз сталкивалась на шейн. Почему-то размерная сетка не соответствует действительности. Всегда все большое. Лет 10 назад, когда я заказывала вещи еще с Алиэкспресс, все вещи маломерили. И всегда старалась брать на размер больше. А здесь, наоборот, проблема. Все большое. Заказываешь S, приходит просто огромное. Смотришь на размерную сетку, не понимаешь, кто это шел. Гораздо удобнее опираться на отзывы. Если в отзывах все пишут, что очень маленькое, мне мало. Я понимаю, что мне надо заказывать свой размер. Если все пишут, что размер в размер, все подошло, все отлично. Я всегда беру на размер меньше. То есть, вместо S беру XS. Я уже приноровилась, но все-таки решила немножко приубавить свой пыл. И хотя бы несколько месяцев. Но посмотрим, получится или не получится. Ничего обещать не могу. Не знаю, смогу ли себя сдержать или нет. Но посмотрим. Хочу немножко остановиться и больше не заказывать ничего. Хотя бы пару месяцев. Кстати, как раз сегодня, когда я мыла посуду, нечаянно я сломала тарелку, которая нам досталась от покойной бабушки. Это не мама моего папы, которую я всегда показывала в видео. А от мамы мамы. То есть, бабушки со стороны мамы. Она уже умерла. И эта тарелка была ее приданная, которую она передала маме. А мама собиралась, видимо, передать мне. И, в общем, я сломала эту тарелку. Надеюсь, мама не увидит этот влог. Я тарелку так оперативненько выбросила. Надеюсь, что она пока что про нее не вспомнит. А когда вспомнит, я скажу, что я ничего не видела, я не знаю. Несколько раз я так делала. И у меня проканала. Либо говорила, что этот виксик нечаянно сломал. В общем, вот такая у меня тактика. Причем самое удивительное, если мама сама сломает эту тарелку, мама просто улыбнется, скажет, на счастье бывает. Что здесь такого? А если это случайно сделаю я, то я криворукая, не смотрю, руки дырявые и так далее. Поэтому лучше всего просто не говорить. Так вам лайфхак для жизни. Посуда, конечно, у нас не супер эстетичная. Да и кухня в общем целом тоже. И, по идее, приятнее смотреть, когда все такое дорогое, красивое, аккуратное. Но я решила все равно заснять и показать. Ну, что поделать? Какая есть кухня? Какая есть посуда? У нас, кстати, перестал работать ТикТок. Но, с одной стороны, я думаю, это даже к лучшему. Потому что в ТикТоке ты видишь эти все новости ужасные. То, что происходит, это ужасно расстраивает тебя. Да и вообще, я в ТикТок в последнее время уже редко заходила. Потому что там ничего интересного найти невозможно. Поэтому я не сильно расстроилась этому моменту. Но если вдруг Ютуб тоже закроют, если долго меня не будет, вы уже знаете, что, скорее всего, Ютуб тоже прикрыли у нас. Так что не переживайте, не волнуйтесь. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Там буду делиться с вами своей жизнью. Смотря эту уборку, кажется, что у меня трое детей. Еще муж, свекровь и так далее. Они все мусорят, а я убираю за ними. Но, на самом деле, это я. Просто я не умею класть вещи на свои места. Поэтому получается такой бардак. Тем более, Твиксик болел. У меня не было возможности встать, помыть посуду. И все это накопилось. Поэтому показываю вам уже все вместе, как я убираю. Я очень надеюсь, что подобный формат видео вам реально зашел. И он вам понравился. Если это было так, то обязательно дайте мне знать. Почаще буду снимать и показывать вам уборки, мотивашки и так далее. На этом, я думаю, пора уже прощаться с вами. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться, писать хорошие комментарии. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Всем желаю приятного дня. Всем пока.